Иднис, Чехия, преступление и не только олимпийское наказание, а как насчет российской допинговой рефлексии. Тамаш Мацик, иднис.цз, Чехия, 29 ноября 2019 года. Величайшее литературное произведение Достоевского «Преступление и наказание» — это роман в шести частях. А вот сколько глав насчитывает дело российского допингового «Преступление и наказание», скорее всего, никогда и никто уже не сосчитает. Уже доказаны новые эпизоды. Вскоре будет определено очередное наказание. Вопрос только в том, насколько жестким оно будет. Герой Достоевского-Раскольников переживал в душе мучительную нравственную драму. Но многие российские спортивные функционеры явно не страдают от подобных мучений. Они неисправимы и напоминают должников, которые из-за своих поступков все глубже и глубже погружаются в долговую пропасть. Более того, ведут они себя как слон в посудной лавке и оставляют за собой более чем заметные следы. Поэтому недавно стало известно, что руководитель российских атлетов Дмитрий Шлихтин вместе с другими функционерами подделывал медицинскую и другую документацию, чтобы с ее помощью скрыть отсутствие допинг-тестов Данила Лысенко, серебряного призера чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту. Поэтому не удалось утаить и недавние вредительские действия сотрудников российского антидопингового агентства РУСАДА, которые подделывали данные, связанные с координируемым государством допингом. Они на много не раз нарушали сроки, в которые должны были предоставить эти данные для рассмотрения всемирному антидопинговому агентству, ВАДА. А когда в начале года они наконец-то передали необходимую информацию, эксперты ВАДА установили, что еще в декабре 2018 года и январе 2019 года русские изменили и оформили задним числом некоторые данные в компьютерах агентства. Снова без флага и гимна. За последние пять лет в употреблении допинга обвинили более 50 российских спортсменов. А было ли наказание? Еще сыграли одежание РАВ 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ИАВ, подозревала всех российских атлетов, за исключением прыгунья в длину клешиной. Потом на зимних олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году по решению Международного олимпийского комитета россиян лишили права на флаг и гимн, и они выступали в статусе олимпийских спортсменов из России. Тогда перед началом игр 168 российских спортсменов прошли международные проверки на допинг. Теперь ситуация по сравнению с 2018 годом изменилась. Согласно новым правилам, решение об отстранении страны от участия в Олимпиаде и других мировых соревнованиях может принимать непосредственно ВАДА, а не МОК или Международные спортивные федерации. Руководство ВАДА понимает, что на этот раз обязано действовать жестко. Так, Трэвис Тайгард, глава антидопингового агентства США, недавно критически заметил, Россия продолжает пренебрегать международными антидопинговыми правилами, она тычет ВАДА в глаза, и ей снова и снова это сходит с рук. В понедельник контрольная комиссия ВАДА предложила наказание, на 4 года отстранить Россию от Олимпийских игр и других международных чемпионатов, а также лишить ее права проводить крупные мероприятия и даже претендовать на них. Кроме того, было предложено снова лишить аккредитации российское антидопинговое агентство РУСАДА и запретить российским политикам и функционерам посещать спортивные мероприятия высокого уровня. Достаточно, чтобы 9 декабря исполнительный комитет ВАДА подтвердил это наказание, и оно вступит в силу. Причем Международный Олимпийский комитет и Международные спортивные федерации будут вынуждены согласиться с этим вердиктом. Правда, они разве что могут обратиться с иском в спортивный арбитражный суд-часть. К чему это может привести на практике? На играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, скорее всего, опять выступят только проверенные российские спортсмены без государственных символов. Руководство МОК, скорее всего, снова не допустит показательного наказания в виде отстранения всех российских спортсменов без исключения. И не только потому, что члены МОК и других спортивных федераций располагают половиной голосов в исполкоме ВАДА. Сам президент МОК Томас Бах на прошлой неделе выступил категорически против поголовного отстранения россиян от игр, заявив, согласно нашим принципам, виновники должны быть наказаны настолько жестко, насколько это возможно, но невиновные пострадать не должны. Неисправимо лживые что касается заявленных планов лишить Россию права на проведение уже порученных ей международных спортивных мероприятий, то, по всей видимости, и в этом случае наказание будет половинчатым. Исходя из своей резолюции, ВАДА разрешит провести эти мероприятия в тех случаях, когда смена страны хозяйки по юридическим или практическим причинам исключена. Ссылаясь на это отступление, ВАДА подтвердила, что футбольная ассоциация УЕФ оставит России право провести часть Евро-2020 в российском Санкт-Петербурге. Каким бы ни было наказание, оно вряд ли изменит мышление тех, кто стоит у руля российского спорта, а они неисправимо лживы. И по всей видимости, никакой рефлексии от них мы не дождемся. Так что не стоит удивляться, что на место дискредитировавшего себя президента Национальной Атлетической Федерации шляхтина, который вынужденно ушел в отставку, функционеры выбрали его прежнюю правую руку, в прошлом бегунью, а ныне бизнесвумен Юлию Тарасенко. Резко против ее назначения тут же выступила в интервью ТАС чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласецкене, одна из самых больших критиков допинговой аферы в российском спорте. Тарасенко, ставленница шляхтины должна незамедлительно уйти из Федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, заявила королева прыгуни в высоту. Затем она саркастически поздравила всех, кто выбрал Тарасенко, вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.